Продолжение следует... Также можете прочитать сзади. Конечно, я все средства, которые вам показываю, сначала пробую. И хочу сказать, что вот этот спрей, он, ну вот написано, да, гречиха и малина, он малина не пахнет. Не знаю, как пахнет гречиха, в общем, травяной у него аромат. Очень мелкое распыление, прям буквально такая вуаль. Мне кажется, даже можно вот так над головой распылять. В общем, нужно им пользоваться, можно в течение дня. Он вообще не утяжеляет волосы, не делает их сосульками, не делает их грязными. Запах очень такой нейтральный, который выветривается буквально за несколько секунд. Естественно, пока я еще не увидела от него никакого эффекта, потому что воспользовалась им буквально раза, наверное, 3-4. У многих из нас длина суховатая, поврежденная. И поэтому, думаю, что данный спрей мне подойдет. Если он действительно действует, то я буду просто очень-очень рада. Дальше вот такой нежный крем-гель для интимной гигиены. Я его тоже уже попробовала, просто чтобы вам рассказать. Он с математчихой, маслом чайного дерева. Запах масла чайного дерева очень даже выраженный. Я не очень люблю запах масла чайного дерева, но тем не менее, это очень хорошее антимикробное средство. Поэтому то, что оно есть в составе, это очень-очень хорошо. А запах это вообще уже дело третье. Мне тут кое-кто шкодит, пришлось взять на руку. Но, по-моему, это ненадолго. Вот, собственно, первое впечатление об этом геле хорошее. И все-таки надежда есть, что это не подделка. Также еще я взяла вот такой тоник. По флаконе голубого цвета. Это не жидкость голубая, а флакон такого цвета. Можете почитать свойства и состав. И это, похоже, такая вот линейка. Морской сад с морским водорослом. И я вам скажу так. Вроде бы это успокаивающий тоник, но почему-то здесь очень много... Ну, почему-то здесь очень много мятного масла. Я даже не знаю, как будет действовать этот тоник именно на чувствительной коже. Потому что, ну, реально ощутимо, когда им пользуешься, подпекает немножко кожу. Ну, естественно, никакого ни раздражения, ни красноты, ничего такого не вызывает. Но очень ощутимо масло мяты. Ну, конечно, за счет этого запах очень приятный, мятный. Буду пользоваться с удовольствием. Конечно, в пустых баночках вы узнаете мое мнение о них. И, кстати, я зашла на официальный сайт GreenMama. Посмотрела, сколько же стоят вот эти все средства. Спрей стоит 119 рублей. 310 рублей стоит интимный гель. И тоник стоит 92 рубля. Так что, если это действительно настоящий продукт GreenMama, то вообще цены просто обалденные. Потому что 55 рублей, по-моему, 55 рублей стоимость у каждого из этих средств. Также в этот раз я совершила покупки одежды. Это для меня очень странно и нетипично. Потому что, знаете, у нас полгорода, наверное, летом ходили в майках из фикс прайса, которая вот эта вот чуть ли не хрустящая синтетика, полупрозрачная, белая, с яркими принтами на груди. Мне они категорически не нравились, я не покупала. Еще какие-то были синтетика типа масла, что ли, ткань такая. Тоже мне не нравится. А тут вот появились очень такие нейтральные, нормальные вещи, которые можно смело носить дома. Во-первых, я приобрела вот такую черно-белую майку, которую я теперь с удовольствием ношу дома. Если вы вдруг заметите на ней кошачью шерсть, я извиняюсь, не удивляйтесь, у меня дома три кошки. Сидит хорошо, у меня размер 52, и он мне большеват, но дома свободную вещь носить самое то. Следующая вещь, которую я купила, это вот такая серого цвета майка в мелкий рубчик. Тоже хлопок, очень приятная к телу, достаточно плотная, не вытягивается, держит форму. Вполне себе хорошая маечка, теперь я в ней сплю, в ней и в пижамных шортиках. Также я еще приобрела вот такую термонаклейку, которую, собственно, и приклеила на эту майку. Термонаклейки, кстати, очень хорошего качества. Изначально они имеют несколько другой цвет, но потом вы, когда их надеваете от тепла тела, эта наклейка имеет свойство цвет менять, и, скорее всего, если вы будете носить вещь с этой наклейкой, вы на себе никогда не увидите изначального вот этого цвета, который был у термонаклейки. Поэтому, как термонаклейка, это, наверное, скорее всего, такое баловство. Но сам рисунок хорошего качества, я еще посмотрю, как он будет при стирке себя вести, но мне наклейка понравилась, и очень люблю побаловаться, да, в таком творческом плане. Поэтому советую наклейку, особенно будет интересно повозиться с этими штуками детям. Так что, почему бы не взять? Следующая покупка, которую я совершила, это вот такое масло для волос. Думаю, что его уже все понабрали, все попробовали. Одна я не пробовала, но теперь уже, конечно, я им воспользовалась. Мне оно понравилось, я вам сейчас даже покажу состав. Так можете прочитать, состав хороший. Состав хороший, ничего лишнего. Волосы действительно разглаживает, увлажняет, и обязательно придаст такой природный блеск тусклым волосам. Это точно, потому что явно усиливает блеск волос. Крайней мере, ну, на моих волосах он так сработал, так сработало это маслом. Имеет это масло оранжевый цвет и такой четкий запах апельсинового масла. Так что это очень хороший продукт. Хорошо на волосы действует и приятно пахнет. Мне кажется, что в таком сочетании продуктом пользоваться приятнее вдвойне. Следующую штуку для красоты, которую я увидела, это вот такой набор одноразовых носков и перчаток для спа-процедур. Сейчас мы с вами давайте откроем и посмотрим. Дело в том, что это просто, как сказать, просто носочки, просто перчатки без какого бы то ни было крема, без сыворотки внутри. Так, это у нас, ух ты, ничего себе валенки какие. Ну, на мой сороковой размер, по-моему, подойдет. Ну да, вполне. Хотя они вот так вот вместе спаяны, как будто там должно что-то быть. Но нет, там ничего нет. У меня есть специальные средства для того, чтобы делать маски для ног. Парафиновая какая-то крем-маска у меня есть. И вот такие вот перчаточки. Тоже, мне кажется, даже на мужскую лапу налезут. Посмотрите, большие перчатки. Пока я не буду ими пользоваться, потому что еще как бы тепло. И это не требуется. Ну, может быть, носочками еще воспользовалась бы. А вот, когда конкретно уже наступит такая холодная осень, мне очень понадобятся перчатки. В осеннее, в зимнее время, и когда еще весной холодно, я обязательно покупаю для процедур вот что-то подобное. Ну, конечно же, внутри с каким-то кремом. Ну, вот это вот тоже классный вариант. Буду обязательно пользоваться. Ну, вот так выглядит упаковка. Очень часто покупаю, снова купила ватные диски Aura, 150 штук. Очень нравится. К дискам Котте почему-то рука уже не тянется. Больше нравится вот это. Купила я два ароманабора. Вот такой с корицей. Здесь, значит, емкость с маслом ароматическим. И вот такие палочки. Постепенно они наполняются маслом и благоухают, ароматизируют, так сказать, наше помещение. И вот этот набор с корицей, знаете, мне по аромату не очень-то понравился, потому что, скорее всего, я не так уж люблю аромат корицы. Эти палочки запахом пока еще не напитались. Я поставила их в емкость вчера вечером. Они где-то вот так промокли. А сейчас полпятого вечера. То есть, они около суток стоят, но еще они не пропитались достаточно. Поэтому аромата никакого я не чувствую. Только если при близком таком принюхивании, то да. А так еще пока аромат не распространился. Также я купила ароматический набор уже с ароматом пиона. Вот цветочный аромат я очень люблю. Я обожаю пионы. И решила взять вот такой. И также еще взяла ароматическое масло. Значит, вот эти наборы по 99 рублей, а масло по 77. Я его уже открыла, понюхала. Да, действительно пахнет пионом. Мне аромат очень понравился. Это вот для аромалампы у меня пойдет. А вот такой набор я поставлю после того, как у меня высохнет масло в наборе с корицей. Между прочим, уже у многих девчонок видела вот такие наборы. Но просто не могла их найти на полках. Вроде бы они должны, по моей логике, быть где-то рядом со свечами. Вот с такими какими-то причиндалами. Да, ароматическими вот этими какими-то благовониями. Там тоже благовония же есть. Я очень долго ходила, а потом совершенно случайно я увидела их где-то рядом с кремами для лица и парфюмом. Если вы не можете найти такой набор в своем фикс-прайсе, посмотрите. Возможно, он тоже там находится. Может быть, у них логика, как бы у всех магазинов, одна расстановки товара. Приобрела вот такой настенный органайзер. Так он выглядит. С одной стороны карманы широкие, а с другой стороны вот такие небольшие кармашки. Я надеялась, что я повешу на стену в ванной и разгружу немного полочку, которая у меня скоро уже просто прикажет долго жить, рухнет, обвалится или сломается. Не знаю, это огромного количества стоящих предметов на ней. Но повесить, как казалось, некуда. Сверливать что-то в кафель мне не хочется. И поэтому я теперь не знаю, куда мне эту штуковину деть. Но вещь по-любому такая вот нужная. Возможно, даже я ее приспособлю, повешу внутри шкафа. Для того, чтобы, может быть, муж туда сложил ремни, носочки, вот что-то такое. В любом случае, в любом случае этой штукой мы воспользуемся. Вещь хорошая. Вот, скорее всего, да, я повешу в Лешину половину шкафа, пусть туда складывает свои ремни и носки. Вот такой органайзер. Достаточно вместительный, большой. И плюс еще на петельке. Еще одна штуковина из разряда только у меня не было. Это, опять же, к слову, об организации порядка в доме. Это такая вот штука опасная. Во. И теперь она раскладывается еще вот так. У нас были зеленые и красные. Я взяла красную. Вот этот кармашек именно для того, чтобы потом складывать и в него заправлять. Здесь имеются ручки. Вообще, классная, удобная вещь. Я думаю, что я буду теперь собирать сюда пустые баночки. Потому что они у меня вечно не помещаются. В пластиковую корзину, опять же, из Фикс Прайс. Сюда, мне кажется, влезут все мои пустышки за месяц. Так что классная, классная покупка. Довольно. Мне кажется, она достаточно прочная. Да, достаточно прочная вот эта сеточка. Замечательная вещь. Тем более, когда не нужно ее, можно вот так вот сложить. И теперь она как-то вот так должна сложиться. Вот. Главное, сразу ее вот в этот карман заправить. Иначе она распружинится обратно. Причем абсолютно внезапно. Из еды тоже кое-что я взяла. Это вот такие начос. Это как бы кукурузные чипсы. Ну, по-моему, были с луком и морской солью. И вот эти с кусочками оливок и паприкой. Достаточно большой пакет. Здесь целых 175 граммов. Сзади написан даже рецепт. Я вам сейчас его покажу. И также видите вот здесь написано, что есть канал на ютубе, где рецепты вот с продуктами вот эти вот. Я так понимаю, продукты деликадос называются. Так что я прямо аж сама загляну на ютубе, посмотрю, что там за рецепты. Получается, называется канал рецепты от Роберт. Насчет вкусовых ощущений. Знаете, как аромата оливок или вкуса оливок особо не чувствуется. Просто есть, ну, чувствую, что есть какие-то ароматизаторы. Эти чипсы не пересоленные, не перепичканные ароматизаторами. Они как-то вкус у них ближе к натуральному, но при этом их много не съешь, потому что кукуруза такой специфический продукт, именно кукурузные чипсы, которыми быстро наедаешься и быстро просто задалбываешься их грызть. Они более плотные, чем чипсы из картофеля, но достаточно приятные. Когда открываешь упаковку, кажется, что они пахнут растительным маслом, нерафинированным, но на самом деле это больше такой аромат кукурузы. Аромата вот этих, запах ароматизаторов, когда нюхаешь, не чувствуешь. Ну, только когда ешь, какой-то привкус появляется. Так что, знаете, вот это чипсы для тех, кто их любит, но кому их нельзя. Потому что вы их несколько штук съедите и уже наедитесь. Мы с мужем уже, наверное, третий день их живем. Вот так вот. Еще из еды взяла такую приправу от фирмы «Магия Востока». Это приправа для плова. Она стоила 8,50, по-моему. Да, кажется, 8,50. В обычных магазинах я такую приправу покупала. Мне кажется, она стоила рублей 12. Приправа неплохая. Соли здесь мало. Она здесь на последнем месте в составе. Никаких вкусовых добавок, ешек и всего остального. Хорошая приправа для плова весом 15 грамм. А я вам, как всегда, желаю большой удачи. До новых видео. Пока!